Если от вершка до корешка 15 сантиметров, такую траву уже пора косить. Этим и занялись в Самаре с начала недели, почти на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Традиционные сроки сдвинула ранняя весна. Даже тюльпаны, которые раньше зацветали на 9 мая, сейчас уже отцветают. На борьбу с высокой травой во всех районах Самары каждый день выходят 16 бригад. Причем на следующей неделе планируется увеличить их количество до 22. Сейчас занимаются газонами на проспекте Ленина. Здесь, говорят рабочие, косить одно удовольствие. Трава мягкая, рельеф ровный. Заводишь, настраиваешься, видишь то, что можно делать и делаешь. Ну, ландшафт, трава какая, высокая, густая. Вот насчет этого. После стрижки от стебелька остается 3-4 сантиметра. Раскошенную траву на день оставляют лежать, чтобы она завяла и легче утрамбовалась в мусорные пакеты. После увозят на утилизацию. Эти работы продолжаются в течение всего лета, но в зависимости от погодных условий могут вестись и осенью вплоть до октября. Аллергенные растения типа амброзии, полынь, они выходят немножко позже. Это уже будет второй поток покос травы, когда их будут выкашивать, не допуская их цветения и плодношения. Возможно, что в середине июня уже появится амброзия и будем косить именно ее. Любой житель Самары может указать на те места в городе, где нужно подстричь газон. Такие обращения принимают в районных администрациях и определяют, чья это зона ответственности. Парки, скверы и придорожные газоны обслуживают муниципальные предприятия. А вот за дворами и территориями около дома должны следить управляющие компании, либо администрации районов, которые дают задания субподрядчикам. Сейчас работу ведутся на улицах Новосадовая, Гагарина и Победы.